Доброе утро, друзья! Сегодня печем пиццу. Рецепт из СССР. Начинка самая простая. Вареная колбаса, помидоры, кетчуп, сыр, майонез. Такую пиццу раньше готовили в столовых. Для теста нам понадобятся такие продукты. 7 грамм сухих дрожжей или 20 грамм прессованных. 160 мл молока, полкило муки, 2 яйца, 80 грамм сметаны, щепотка соды, кусочек сливочного масла, чайная ложка, 2 столовые ложки растительного масла. Вначале в тёплом молоке распускаем дрожжи. Дальше добавляем яйца, сметану. Если у нас появилась кислая среда, добавляем соду. Вливаем растительное масло, перемешиваем и всыпаем муку за 2-3 приёма. Хорошо вымешиваем тесто и добавляем чайную ложку сливочного масла или маргарина комнатной температуры. От этого пицца будет с очень вкусной хрустящей корочкой. Снова хорошо вымешиваем тесто, прикрываем его пищевой плёнкой и ставим подходить на 40 минут в тёплом месте. Для начинки нам понадобится варёная колбаса 250-300 грамм, помидор 300 грамм, кетчуп 150, сушёные травы 10 грамм, 150 грамм майонеза и 200-250 грамм натертого сыра. У меня сыр моцарелла. Помидоры нарезаем тоненькими полукружочками, колбасу небольшими кубиками. Пергамент кладём на противень и хорошо смазываем растительным маслом. Примерно столовую ложку я налила. Выкладываем тесто и делаем его вот так вот кругленько. Смазываем тесто кетчупом. Посыпаем травами. Дальше выкладываем колбасу и помидоры. Смазываем всё майонезом и посыпаем натертым сыром. Выпекайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов ровно 25 минут. Вот такая румяная, ароматная, замечательная пицца получилась. По весу её, вот у меня весов я не взвешивала, но её килограмма-полтора получилось. Пробуйте, готовьте. Приятного всем аппетита!